ВЫБОР СДЕЛАН Выбор сделан. Центр избирком подвел предварительные итоги голосования. Явных каких-то недочетов или нарушений нами не было нигде обнаружено. Кто будет представлять Бобруйск? Экзамен не сдан. Пьяная поездка по ночному городу закончилась аварией. Есть ли пострадавшие? Под звон колоколов в Бобруйске побывал ковчег святых. Пусть Господь благословит наш город, наших жителей. Какова история? А также насыщенный график, отечественные товары и почетное звание. Орденом матери награждены 186 белорусок. Кем работают супер-женщины? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент встретился с генеральным секретарем СНГ. Александр Лукашенко и Сергей Лебедев обсудили итоги единого дня голосования, провели анализ электоральных тенденций и процессов в целом. Нынешнюю власть поддерживает более 87% населения. Тем не менее, остаются вопросы, которые власть видит и намерена исправлять, подчеркнул глава государства. Есть небольшое количество колеблющихся, но, естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем, поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы. Надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас немного. Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы. Хотя это будет непростой процесс. Вы, как специалист в этом деле, понимаете, что раскачивать нас, как я говорю, качать нас будет очень серьезно. Но мы готовы к этому. Также белорусский лидер провел встречу с председателем коллегии ЕАЭС Бакаджаном Сагентаевым, где призвал к дальнейшему снятию барьеров и перенятию опыта союзного государства. ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания Восьмого созыва. Большая явка говорит не только об активной жизненной позиции белорусов, но и о доверии к избирательному процессу. Мнение международных наблюдателей выслушал Виталий Гаврусев. Единый день голосования прошел в Беларуси впервые. Всего работало 5 411 избирательных участков. С 20 по 24 февраля проходило досрочное голосование. По его итогам свой выбор сделали без малого 42% избирателей. Выходные много работы, поэтому пришли проголосовать сегодня всей семьей. 25 февраля поучаствовать в выборах можно было с 8 до 20.00. На участках царила оживленная праздничная атмосфера. Избиратели встречали как дорогих гостей. Каждому внимание. На участке зарегистрировано более полутора тысяч избирателей. Избиратели идут очень активно. А район у нас возрастной. Естественно, избиратель ответственный. В единый день голосования по всей стране избирательные участки посещали международные наблюдатели. Бобруйск не стал исключением. Представители миссии от СНГ следили не только за ходом выборов. Да, они приехали проверять, но еще и поделиться. И чему-то научиться у нас. Хочется отметить очень высокую степень подготовленности и членов комиссии, и большой интерес жителей города к избирательному процессу. Очень неожиданно и приятно было видеть ту атмосферу праздника, которая создается на избирательном участке. Выборы в городе на Березине прошли в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. Избирателям были обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю. Чувствуется глубокая заинтересованность членов комиссии и органов власти, которые непосредственно обязаны и обеспечить участки всем необходимым, и обеспечить доступность, доступную среду для всех категорий граждан. Поэтому явных каких-то недочетов или нарушений нами не было нигде обнаружено. На прошедших в Беларуси выборах все 110 депутатов Нижней палаты парламента избраны. Озвучены предварительные результаты, согласно которым Ольга Жук, Оксана Приходько, Антон Каранкевич в ближайшие пять лет будут представлять наши интересы в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Автошкола с градусом. В Бобруйске ночная поездка закончилась ДТП. В конце прошлой недели местный житель в нетрезвом состоянии решил научить вождению свою знакомую, которая также была пьяна. Урок провел на проспекте строителей. Курс длился всего две минуты. Девушка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, после чего столкнулась с припаркованными авто. В аварии никто не пострадал. Медосвидетельствование показало у водителя 2,1 промилле. Прокатилась пара на пять протоколов, три составлены на горе водителя. Выгодное кредитование, достойная оплата и время путешествий. Белави объявила о продаже билетов по специальным ценам. Куда можно улететь по скидке. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По системе льготного кредитования «Народные товары» заключено договоров на 61 миллион рублей. Социально значимый проект стартовал в начале года, чтобы дать дополнительный импульс розничной торговли и удовлетворить покупательский спрос на выгодные займы. Его, к слову, можно получить всего под 4% годовых. Чаще всего белорусы приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку. Орденом матери награждены 186 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и столицы. Почетного звания удостоены женщины, родившие и воспитывающие 5 и более детей. Среди них представительницы различных профессий, работницы АПК, строительной отрасли и энергетики, торговли и связи, учреждения образования, здравоохранения, домохозяйки, индивидуальные предприниматели. В Беларуси средняя зарплата в январе достигла 1991 рубля. По данным Национального статистического комитета, самая высокая традиционно в Минске. Больше всего зарабатывают сотрудники сферы информации и связи, финансовой, страховой, профессиональной, научной и технической деятельности. В стране растет использование древесных невостребованных ресурсов. Часть отправляется на экспорт, стимулируется и внутреннее потребление. Созданы условия по переходу населения частных домовладений на этот вид топлива и перевод котельных систем ЖКХ. В стране около половины всех энергоисточников работают на альтернативных газу видах топлива. Более чем в 40 районах показатель превышает 70%. Авиакомпания «Белавиа» по 3 марта будет продавать билеты со скидкой в Москву и Санкт-Петербург. Улететь по выгодной стоимости можно по 25 апреля. Первый рейс из Гомеля в культурную столицу отправится 22 марта, а из Бреста в Москву – 3 апреля. Стоимость квитков от 39 евро в одну сторону, туда-обратно от 69. Побуждение к молитве в Бобруйске торжественно встретили ковчег. На выходных в Виверский храм прибыла частица пояса Пресвятой Богородицы и мощи ее праведных родителей. Под звон колоколов сотни христиан направились в храм, где совместно с духовенством совершили молебен с пением Акафиста. На протяжении трех дней верующие приходили и приезжали с других городов, областей, чтобы преклоняться святыням. Мы сегодня молились о мире в нашей стране, молились о мире в наших семьях, потому что семья – это основа общества. И родители Иакимуаны нам пример благочестивой семьи. Пусть Господь благословит наш город, наших жителей. Нам в город прибыли такие святыни, чтобы мы могли помолиться и поблагодарить Господа, чтобы просил наши все грехи, чтобы даровал нам Божью благодать, мир и любовь и согласие. Мы приехали со жлобом на машинах, ехали очень, говорится, долго, но слава Богу, приехали, приложились, нам очень понравилось, мы бы еще остались здесь. Я благодарна Матери Божией, что она меня всю жизнь поддерживала, всю жизнь оберегала, сохраняла и направляла на правильный путь. За свою богатую историю реликвия – единственная сохранившаяся часть земной жизни Девы Марии. Подходя к ней, люди просят помощи и исцеления от различных недугов. Уже в понедельник ковчежец отправился в Могилев. Сразу после нас мой выбор. Кому белорусы доверили будущее государства, расскажем сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok